Итак, всем привет! Это вторая серия нашего прохождения игры Diablo, Reaper of Souls и Заник Романта. Я, конечно, обещал, что новые серии будут выходить по субботам, но что-то мне прям вот не терпится, решил одну еще в воскресенье, собственно, записать и выложить. Так что давайте. Тем более, первая серия я обещал, что будет где-то меньше, а она оказалась час четыре после того, как я ее отредактировал и отрендерил. Так что давайте еще одну, дабы это как бы не затягивалось у нас в прохождении. А оно все равно затянется, а что-то еще до хрена всего. Серии, блин, на 20. Так, а мы аж тем, чем занимаемся-то. Так, по предметам у нас нет ни хрена. Нам надо поговорить вот с ней. Дядя, ты жив? Да, но только благодаря вам. Я не привыкла к благодарностям. Лучше расскажи мне об упавшей звезде. В пророчестве о последних днях ясно сказано, что это знамение возвещает о гибели нашего мира. Дядя, опять эти старые сказки. Главное, что ты вернулся целым и невредимым. Окей. Трофейный дротик ранений рушит такой. Ну ладно. Какая разница, что это? Так, она со мной пообщаться можно. Может. Как умерла твоя мать? Я точно не знаю. Адрия была одержима поисками тайных знаний. Она знала, что не сможет воспитать ребенка. Дядя Декарт думает, что ее погубило нечто ужасное. Страх и безумие следовали за ней по пятам всю ее жизнь. А, кстати, это в инвентарь добавилось вот эта штука. Так, 10. Да нафиг оно надо. У меня получше. Сколько себя помню, мы с дядей Декардом постоянно странствовали в погоне за его безумными идеями. Полагаю, на то были причины. Он убежден, что армии преисподней готовятся вторгнуться в наш мир. И тогда настанет конец света. Все эти годы он искал способ предотвратить апокалипсис. Что ты узнала об Адрии? Мама была родом не из этих мест. Она пришла в Тристрам в тяжелые времена. Она что-то искала, но я не знаю, что. Она напоминает мне дядю, который одержим идеи войны между ангелами и демонами. Хорошо. Так. Сюда сходим. Мэр-то у нас уже сбежал. Так что мы тут можем. Я тут разжился новыми товарами. Ну-ка, давай посмотрим. Моя коллекция не крайне дорога. Но если тебе очень нужно, то я могу и продать что-нибудь. Хорошая штука. А это еще лучшая штука. То есть ты хочешь сказать, что это добавляет урона? Интересно, любопытно. Так, ну это я не могу носить. Магический кисть тень. Так, вот это я хочу. 2000. Да я куплю позже. Да не, я не буду покупать. Мы все равно все это выбьем. Так, вот пояс. На 6. К силе, к живучести это не пойдет. Мне это не надо. К интеллекту мне нужно. Выкуп. Нет. Так, давай я тебе вот это продам. Тихо, подожди. Не так это делается. Это делается вот так. Хотя у меня 519. Что мне с этим делать? Может все-таки взять? Нет, я не буду. Я жадный. Лиа всю ночь помогала жене кузнеца ухаживать заранее. Как мило, что ты спросила, Челса. Мы народ вечен. Кочевники. Мы всегда в пути. Кто это вообще? Ищем новые земли, на которых можно осесть. Мы все видим будущее. Но не каждый видит его так ясно, как я. Знаешь, мужчины так и бегали за мной из-за моих видений. Не только из-за них, конечно. Но всем хочется знать свое будущее. Мое будущее в служении. Ой, какая серьезная. Не нужно пренебрегать развлечениями, лишь потому что тебе на роду написано «Мир спасать». Так. Ремесла. Что-то умеешь-то. Наложение чар. А, то есть тут... Мммм. Выступный вариант внешнего вида предмета. А, то есть это внешний вид предмета можно. Покрасить предметы. Обучение, кстати говоря. Гадалка десят. Это новый непись, которого я вообще даже не видел ни разу. Давай. Обучим тебя. Так. Это максимальный уровень. Хорошо. Ты слышал? Старик Рамфорд сократил нам паёк в половину. Слышал, слышал. Так, ты кто? Что тебя тревожит? Моя жена. Она очень больна. Доверься балансу. Если ее время пришло, не нужно бояться смерти. Эй, поди-ка сюда. У меня, конечно, иногда торгую с подозрительными типами. Но все, что остается, показываю тебе. Ловлю на слове, чувак. Ловлю у нас. Ой, перстеньки. Так, что дает? Ага. Уменьшает затраты всех ресурсов. Слушай, хорошая вещь. Блин, ну жалко все равно бабла. Пипец бабла, жалко. Ладно, хрен с ним. Так, Шен скупец, а ты откуда здесь вообще взялся? Ты же только во втором акте будешь. Мне доступен, как бы должен быть. Ладно. Мы с ним говорить не будем. Сделаем вид, что мы его не видели, короче. Так, теперь побазарим вот с этим дядей. Я, когда король-скелет, был нашим любимым королем Леориком. Но Диабло лишил его разума. Он потерял обоих сыновей и утратил собственную душу, прежде чем был окончательно побежден. Теперь он вернулся, чтобы снова сеять зло в этих землях. Я помогу ему обрести покой. Чтобы победить Леорика, нам понадобится его корона. Отыщи Хедрика, нашего кузнеца. Он должен знать, где она находится. Но я уже его нашел. Не стоит так легкомысленно отрицать очевидное. Неужели ты не веришь собственным глазам? Тристрам уже пережил один конец света. Я хочу с ним поговорить. А как же древние книги? В флянтах Закарума говорится о том, что с неба упадет звезда. В свитках Харадримов говорилось о мертвых, поднимающихся из могил и о владыке лжи. В пророчестве о последних днях сказано, что о конце всего сущего возвестит знак с небес. Да, дядя, про эти тексты я слышу с детства. Просто я не думаю, что мы должны придавать им такое большое значение. Окей. А кто ты? Я последний из Харадримов. Когда-то я не ведал об этом. И если бы я чуть раньше обратился к их мудрости, то, возможно, кровавое пришествие Диабола удалось бы предотвратить. Сомневаюсь в этом. Я бездействовал, когда появились первые знамения грядущей беды. Я пренебрег древними сказаниями, которые посчитал лишь вымыслом. И трестрам. Нет, весь мир дорого заплатил за мое легкомыслие. Это точно. Я попытался исправить свои ошибки. Мысли странствовали по свету в поисках разрозненных фрагментов пророчества о последних днях. Если у меня получится расшифровать его, у нас будет ключ к победе над владыками преисподней. Вы с Лией очень близки. Не знаю, как бы я жил, если бы мне не довелось заботиться о ней. Думаю, Лии бывало в тягость всюду следовать за стариком, который самозабвенно искал способ победить владык преисподней. Хоть Лии видела немало таинственного, она по-прежнему не верит, что мои поиски могут принести пользу. Я могу ее понять. Девочке еще не приходилось сталкиваться с чем-то похожим на Диабла и его братьев. В книгах, которые достались мне от моего предка Иарада Каина, приводится пророчество о последних днях. Это труд мудрецов из разных земель, который составлялся на протяжении долгих лет. Зашифрованное послание, предупреждающее о грядущем приходе легионов преисподней в наш мир. До нас дошли лишь обрывки пророчества. Долгие 20 лет я пытался восстановить его изначальный текст. Уверен, что в нем указан ответ на вопрос, как одолеть владых преисподней. Круто. Что стало с королем Тристрама? Леорик пытался противостоять воздействию Диабла, но эта борьба истощила его духовные и физические силы. А когда похитили его сына, Альбрехта, чтобы в него мог вселиться Диабло, Леорик окончательно лишился разума. И так появился король Скелет. Леорик стал верным слугой владыки Ужаса, которому так долго противостоял при жизни. Он возглавил армию мертвых в глубинах собора. Многие пытались убить короля Скелета, но никто не преуспел в этом. Лишь Айдену, старшему сыну короля Леорика, удалось уничтожить чудовище, которое превратился в его отец. Хорошо. Так, давайте поюзаем вот это дело. А, это опознавательные предметы? Так это ж не нужно. Она сама умеет это делать. Так, ну чё? Пойдем с этим сказнецом, да, надо поля лякать. А это чё? Платяной шкаф. Это ж... Комплект возвращения некроманта закрыть. Коллекции. То есть, типа, я могу вот это вот использовать? Питомцы. Рамки для портрета. О, вот это хочу. Круто. Красиво. Да, пусть так и будет. Флаги. Это она с собой будет таскать вот эту гадость? Не, нафиг. Не, ну красиво, конечно. Крылья надо нам. Не надо. Давайте походим. О, еп, 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 епс, епс, ксил. Ты ведь кузнец, не так ли? У меня к тебе дело. Не сейчас. Моя жена, она там в подвале, среди тех, кого укусили. Я должен положить конец их страданиям. Ну, как поднять руку на собственную жену? Да, сейчас поможем. Идем путем смерти. Позволь помочь тебе. Спасибо. Я отведу тебя к ним. Не, крылья мне не нравятся, что-то. Может быть, потом, когда у нас будут более крутые шмотки, это будет смотреться, но сейчас это не смотрится вообще. Ладно, сейчас мы это все сделаем. А там уж разберемся. Уберем эти крылья к чертям. Не извиняйся. Ухуешь им покой. Мира, любовь, Марьяна. Прости. Хедрик, помоги мне. Готово. Без тебя у меня бы ничего не вышло. Я твой должник. Меня зовут Хедрик Иммон. Хочешь отблагодарить меня? Скажи, где искать корону Леорика. В этом я могу тебе помочь. Она находится в гробнице моего деда, советника Леорика. Его гробница на кладбище в лощине стенаний. Если увидишь там моего дурака подмастерья, скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Ок, ок, ок. Так, что там дали-то нам? Так, какие-то отмотки. Это можно взять. Эта хрень нам не нужна. Я понял, что нам туда. Мы потом туда пойдем. Иди-ка сюда. У меня тут есть... Сейчас мы только уберем нахрен на эти крылышки. Они меня раздражают. Минить. Так она, конечно, не настолько эпично смотрится, но при этом эти крылья ей не идут. По крайней мере, в этом костюмчике. Ага. Мы куда-то пришли. и лощин стена. А, не так. Там какой-то трупное копье открылось, но я пока что этим не наигрался, как говорится. кто-то потревожил. мать твою. Синие мобы. Так, сейчас мы будем заманивать на вот это вот дело. Мне брошен вызов. Да-да-да. Спасибо. нормально разобрались хотя конечно был жестко так а что это за труп такой ну-ка умения так костяные шипы вместо них мы можем поставить костяные шипы периодически оглушают противников да вы и нет пусть будет а если вот это вот а это откроется только на девятом мрачность за так изглавливают противник с низким запасом здоровья с некоторым вероятностью не да тут пусть будет вот так принять вы в кости из находящихся рядом трупов микроман запускает их цель у меня вот это вот нравится вот это вообще очень крутая штука так что пока что мы не будем закрыть да действительно оглушает круто дай это все мне что это мы подобрали такое хрень так магическая филактерия так плюс 13 интеллект да обязательно интеллект нам очень нужен да это вообще жесть готов это что такое а это за мной идут эти вот повелитель скелетов и дети сюда и дети мои скелетики так а что это такое кстати говоря так основное вспомогательный повелитель скелетов что это такое так эссенция так некромант призывается приказывает скелетом атаковать цель наносимым от времени кроман поднимает из-под земли скелетов которые становятся ее прислужниками да-да-да-да-да прислушники приспешники мои приспешники профессор дни правления короля леорико даже ушедшие жизни чтобы принести погибель всему блин это вообще имбовый какой-то перс если так дальше продолжится то я наверно повышу сложно но я повыше ее наверно во втором акте там мы уже будем нормально так по прокачану тебя побудет кравда побоище конечно то еще так а кстати у нас вроде 10 уровень нет нет только 9 пассивка там должна была на 10 уровне открыться я всегда сначала карту рисую то есть обхожу по самой этой по самой кромке а потом уже идут в середину скелетики просто рулят реально а да они сами всех гасят скелетики так многое поняла у меня теперь по-моему должна быть обылка этот враг умрет готова что это там такое мы поднабрали так еще одни так живучесть и опыта да мне наверно больше живучесть сейчас пригодится так урона 11 интеллект это парик лучше по хрень а вот этот про нее и сразу не увидел слушай да определенно так теперь нам надо то надо посмотреть что у нас по умениям открылась но выберите пассивное умение так при поглощении так появляется сфера здоровья при поглощении трупа скорость повышается эффект суммируется до десяти раз я вот это вот возьму пока вот это вот появилось здесь у нас появилась вот это вот а что у тебя здесь у тебя на одиннадцатом что-то будет после гибели остаются трупа хорошо микромант призывается кинза нет указывает скелетом а но у меня скелетов дофига заберем не на ту кнопку отходим что-то какой-то золотую хрену наши блин меня как смотри короче тусовка местная так хочу это нам там какая-то сфера надо взять ну вроде все посмотрели да а нет смотри-ка здесь тысячу кучу всего пошли дальше смотреть не вставай там вроде золотишко валялся ну ладно это не так чтоб нужно она порталом не может пользоваться серьезно а когда она сможет пользоваться порталом не вставай а 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 мне пригодится я тебя вот 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 твоя смерть близка да-да-да это просто ужас но нравится а мое все все мои все мои мелкие гоблины промышляю горлень сам наших торговцев гоблины способны с легкостью избежать преследования открыв портал и скрывшись в нем с презрительным хихиканьем по вереем крестьян эти гоблины и служат великому владыке демонов по имени алчность а порталы ведут прямо в его обитель вот что то есть а это выход вот именно так ну все мы тут все зачистили давайте посмотрим по предметам что у нас то крутая вещь к интеллекту добавляет так сапоги нет так пояс опыт добавляет ну давай хотя бы так сразу выкинем сразу выкинем сразу выкинем сразу выкинем она нам не надо золото портал хорошо а да мне тут надо это самая корон найти я уж думаю чем я тут занимаюсь вот полночь как я и вот я не слабо тут покрошили всех так мне надо кстати на скелета мага поставить этот он что-то как-то как бы что-то хотел урона смерти вот это вот мы поставим принять здесь у нас что так вампиризм 15 лениться при каждом нанесении урона восстанавливает высасывает кровь из выбранного противника нанося ему урон и восполняя себе здоровье определенно берем сейчас посмотрим как это работает нормально это работает а 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 Играет музыка. Играет музыка. Кровавое месило открылось умение. Кольцо смерти. Сейчас мы все это посмотрим. Играет музыка. О, тут что-то есть. Ну-ка посмотрим, что мы тут поднабрали. Так, ага. Плюс к интеллекту. Обязательно. Так, это редкая шляпа чародей, которую я, конечно же, носить не могу. Потому что они чародей. Так. Так. Спасибо. Так. 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 Продолжение следует... Так, а где я вообще оказался? Ну-ка. Так, здесь я... Нет, подожди, вот здесь вот я что-то не посмотрел, и что? Блин. Надо возвращаться. Ну что, сейчас быстро пробежим, здесь народа нету. Ну, вообще, чем дальше я играю, тем больше понимаю, что надо, наверное, уровень сложности повышать. Это что-то как-то слишком просто. Хотя вот, короче, мы до Леорика дойдем, с ним потягаемся. Если мы его убьем очень быстро и легко, значит, надо все-таки сложность повышать. Ну, какой-то... Хм? Хм? Это что? Второй уровень, что ли? Блин. Что-то какие-то... Тут катакомбы прямо очень... Ну, осень. Большие. Еще бы она бегала бы быстрее. Что-то ей на скорость надо все-таки. Потому что медленно, медленно слишком топает. У Demon Hunter была обилочка такая, что когда он... Когда его не атакуют, там скорость бега увеличивается. Это реально помогало. Все вот это. Нормально все? Давай, что есть. Ну да, здесь просто была... Как бы вот так вот. Что хоть мы подобрали-то? Тоже хрень. Ну это мы все продадим, а вот это мы все как бы разберем. Вот я что думаю. Но у нас пока что не работает ни хрена портал. Я что-то не помню, когда он нам становится доступен-то. Если он вообще-то становится доступен. Может его покупать надо? Я так давно не играл, что уже не помню. Так, нам по-моему в ту сторону, я помню, да? П hop на наверху колокольчик, приводить чтобы бежать. По-моему в другие части компьютеры требуется обнов immer noches, По-моему в ваши интереснии и найти его кунтиками примерно, им mobile, сeten inappropriate и тушущие совпали, можно резжениеimporte, Winterlongгор welsh orsh.. band и еще по-моему-кушнее присо Bilers, например, орбач Dick Настbrauch, 암, это ощущениеgeons & lumber были превык Center Damas vorli, корона где-то рядом мы уже как он нашли любопытно все разрушил это знание повелитель големов костяной столб неупокоенные сотворены из человеческих останков погребенных в общих могилах без подобающего обряда под действием темной магии разлагающиеся груда тел сливается единое омерзительное порождение несмотря на все свои познания и любой другой здравомыслящий человек так дальше тут тупик скелет а вот и корона наш кажись вся мы тут все облазим а потом уже заберем и тут у нас чем а это быстрый переход понял я не позволю тебе вернуть леорика но так задание выполнено что такое ну-ка 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 с этого места поподробнее да она покруче берем а это в натуре двуручное оружие да тогда не берем но что двуручник мне не интересны тайной магии не это сюда это сюда так подожди я не взял корона да вот теперь у нас есть портал вот он когда появляется латоненько но я хочу еще сюда сгонять чтобы перебрался в три стран за ним приехала много статных людей а знать как ни странно хочет покоиться в роскошных склепах и вот я взялся за лопату надеюсь выгопать пару могилок и получить свои денежки как же им это оба давай и другое и третье так теперь я день-день сквозь убивайте его мочите гоблина отлично так чё там мы там на подбирали за несколько желтеньких было счет непонятно я точно несколько желтых чего-то там подобрал в инвентаре их что-то не наблюдается так кожаная мантия к ловкости говно ловкость мне не нужна мне интеллект нужен так плюс 12 к интеллекту определенно ну ладно пусть пока вот эта мантия будет лавкость нам конечно не нужна но хотя бы защита как они какая как они тут как они у это а это Круто. И вот в какую сторону идти? Тут опять большая локация. Ох, мать. Ох, мать. Так, они как бы поднимаются автоматически. Да, мне их не надо вызывать. Хорошо. Я не слышал, что там Декард Каин говорил, если честно. Надо, наверное... Надо заменить этого колдуна скелета на что-нибудь более интересное. Сейчас этим как раз займемся. Девушки отдыхают. 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 75 убитых так смысле новая вещь не могу это ничего так основной в империзм здесь у нас новая так и команд поражает цели на 2 на 2 огромным костяном шепта не надо я вот это люблю мне понравилось короче так да это вот этот кольцо смерти вокруг себя взрывную волну может быть сушей любопытно так это повелитель големов эффект реактивации от голем указан . я тут расправляется начальщины то есть ты хочешь сказать что теперь вместо скелетов будут голема да это правильно понимаю немощь что это дает проклятие который снижает скорость передвижения противников уменьшает наносимый ими урон хорошая вещь очень хорошая вещь а то есть могут с одним будем ходить до ну давай с ним походим а там дальше посмотрим принципе он большой и страшный не знаю нет там скелета мне больше нравится хотя бы до хрена а этот один он довольно медлительный суши не мне не нравится так давайте поменяем обратно скелетиков вот как раз коллекционер костей это по моему что-то для вот этой вот штуки на а нет дожди нет я оставляю вот это вот где вот это вот затраты эссенса на использование не надо конечно его и не использовал ни разу мне как-то пассивка нравится ну что они мне помогают так и надо их поменять местами можно как-то поменять местами то а то есть тут только в настройках я бы хотел чтобы это вот было но вот это вот было на двушке на боссе надо использовать мое 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 все мое так место сумки ограничено уже печально выкинуть какого выкинуть какого выкинуть как у так это что живучести к интеллекту да согласен это что к силе к живучести восстанавливает два единицы здоровья в секунду а это 12 к интеллекту дает не мне интеллект важнее так и чё я пришел на кладбище я пришел но я еще не был вот тут вот тут и вообще везде не был короче говоря надо идти смотреть что там я люблю все исследовать я такой сюда вот сходим а здесь недалеко как говорится здесь не было ничего а у я забыл про эту штуку наш теперь новая хрень ударная волна блин ну вот персонаж конечно что-то вообще жестко перекачанная мне кажется у него такие разрушительные все обилки все просто ужас ну по крайней мере вообще никакого пока челленджа не испытывают очень я думаю что надо все таки повышать сложно иначе это будет скучно ну посмотрим я говорю я когда вот с леориком подерусь ежели я его загашу очень быстро и очень легко то да будем повышать сложность ежели он мне все таки что-то противопоставят кладбище проклятых а там что мы там что-то тоже нашли ведь вот это вот так куда а тоже кладбище проклятых и это и это без разницы значит пошли сюда так там мы были тут мы были давайте еще здесь полазим выпрыгнула она так а у меня ведь нету давайте проверим если мы переместимся потом как-то сюда вот на так подожди мне надо разобрать я хочу разобрать это разобрать это разобрать это разобрать это о какой-то магический плюс 13 к интеллекту разобрать что разобрать я я разобрать посмотри я тут выкопал пару новых вещичек а где у меня это пыль а он наверное в инвентарии не складываю да теперь так это я хочу сегодня у меня есть для тебя кое-что особенное магический посох я могу его носить кстати говоря он даже круче вот этого магическое копье могу носить она точно двурушная плюс 35 к интеллекту ни хрена ся плюс 4 единицу то не я думал что пусть будет а блин он тоже двурушный будем знать она продаем кинжа можно было бы оставить тогда так а ну-ка выкуп предметов где он тут этот кинжалик что-то его тут нет это хрен с ним короче мы ведь пацаны все сбегают так мы глянем за улево река нет ни за улево реку не не надо не сюда а ну да все осталось тут на своих местах никто вроде как не отреспался пойдем сюда тогда сгоняем посмотрим что тут сундочки я люблю оооооооо но надо дёх от б в Это я уйти не мог И с него ни хрена не выпало Это обидно Золотой моб, с которого ничего не валится Это не очень хорошо Ни хрена Золотой моб, с которым я убежал Продолжение следует... Отлично. Ага, тут же говорят, можно перенестись. Просто так. Вот мне так нравится. И больше тут нет ничего, да, я так понимаю? Ничего не пропустил, необычная маленькая крипта. Продолжение следует... Ну ладно, погнали тогда сдадим эту корону. А, почему я с тобой поговорить не могу? Подожди. Да, вот. Сказать по правде, я не думал, что ты вернёшься. О, да она сломана. Сейчас всё починю. Приятно снова взяться за работу. Готово. Налёхонькое. Как в день, когда короновали Черного Короля. Мне нужно занять чем-то свои мысли. И ковка лопат мне не поможет. Я должен найти новый смысл жизни. Служить балансу высшее призвание. Жрецы Ратмы будут признательны тебе за помощь. Так, и что это мне дали такое? Так, у меня есть вот такая-то хрень. И дали мне ещё вот такую-то хрень. И дали мне ещё вот такую вот эту вот. Вот эту вот хорошую вещь. Правда, интеллект у нас пострадает. Но зато штанцы красивые. Это нет. 94. В живучести. А это к урону, к интеллекту. Нормально. Вот это. Я с этим сетом буду ходить. Но я имею в виду, не буду щит вешать никакой никогда. И не буду двуручником пользоваться. Так, мне нужен, блин, артефакт и колечко. Давайте заглянем в наш тайничок. Может быть, там уже что-нибудь мне по уровню стало, да? Нихрена, походу, да? Нет, вот всё. О, тут 60-е, 50-е. Что-то как-то странно. Я же вроде там 30-е уровня что-то оставлял. А, ещё купить вкладку? Да нет, спасибо. У меня и так нормально по вкладке-то всё. Ну чё, я корону-то нарулил. Корона у меня. Наконец-то. Теперь ты можешь снять печать с двери в комнате, где ты спасла меня, и войти в королевские гробницы. Когда найдёшь короля скелета, возложи корону ему на голову и уничтожь его. Похоже, другого способа найти упавшую звезду нет. Ладненько. Так, надо продать всё это. Нет, не тебе. Ты вроде не покупаешь ничего. А, вот он, Мэрт, он не сбежал. Я тут разжился новыми товарами. Ну, давай посмотрим. Они придутся тебе по вкусу. Заспехи, кожный поиг, голуно. А, кстати говоря, давайте попробуем. Заспехи, кожный поиг, голуно. Так, может, кузнец у меня, кстати, может что-то сделать. Типа мантии. Мне бы мантия принаделась. Так, приноскудную, нагрудную, наплечники. Это у нас вот это вот, наплечники, да, эти. Это я ничего носить не могу, к сожалению. Только на девятнадцатом уровне будет первый. Ещё юбочка на восемью. Ну, короче, понятно. Ещё надо несколько уровней поднять, прежде чем можно будет что-нибудь сварганить-то. Ну, погнали, короче. У меня теперь целая куча пацанов. А это целая кодла. Так, игра сохранена. И я думаю, на этом мы серию-то прекратим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok